Приветствую вас. С точки зрения профессиональной психотерапии проживаются эмоции, вот знаете, как сказать, оторваны от интеллекта. То есть, эмоции проживаются, когда человек, условно говоря, полностью себя с ней, с эмоцией, то есть, я имею ввиду, ассоциирует. То есть, когда нет разделения на то, что вот это и есть моя эмоция, это и есть мое чувство, а я, это я. Понятно, что не все люди это могут, понятно, что не у всех есть возможность это сделать, понятно, что отчасти из-за этого могут возникать трудности различные, вот. Ну, именно поэтому и есть психотерапевты, которые вот помогают человеку справляться с данной проблемой, вот. И нет ничего удивительного в том, что, допустим, у вас, ну, что вы, допустим, не можете этого сделать сами, что у вас нет таких, допустим, ресурсов для того, чтобы прожить, ну, проживать эмоции. Нет ничего удивительного в том, что, ну, что у вас не получается это сделать. Этому мы можем, как раз таки, вас научить, если вы нам это позволите сделать, условно говоря. Вот. То есть, понимаете, самое вот, что такое неприятное, самое, что неприятное, это то, что люди постоянно себя именно как-то вот ограничивают в проживании эмоций. Люди просто ограничивают себя в проживании своих чувств. Они не позволяют себе это делать до конца, потому что, ну, всегда возникает какая-то защита, всегда возникают какие-то трудности. Вот. И, соответственно, из-за этого эмоции проживаются не полностью и нет того процесса познания, может быть, себя. Каким бы он, к примеру, мог бы быть, если бы человек полностью проживал свои чувства, полностью проживал свои эмоции и так далее. Вот. Поэтому, действительно, методов много, много. Вот. Это и возрастная регрессия, это и стандартный анализ, это и некоторые другие методы, например, клиент-центрированный, клиент-центрированный подход. Вот. То есть, в принципе, зависит от того, что вам больше подходит. Зависит от того, какого специалиста, возможно, вы выберете для того, чтобы работать в этом, ну, над этим. Но, вот, то, что можно вам, именно, то, что можно вам порекомендовать, это посмотреть, какие блоки стоят на пути к тому, чтобы проживать свои чувства. Именно блоки. Что-то, может быть, вам мешает. Что-то, может быть, вас смущает. Что-то, может быть, вас страшит. Что-то, может быть, чего-то, может быть, вы боитесь. в чём-то может быть ваша трудность, в чём-то может быть вы, ну чего-то может быть вы опасаетесь, ну и так далее. Вариантов здесь достаточно много. Ещё раз я хочу, хочу ещё раз, чтобы вы это для себя поняли. Вот. То есть на самом деле вариантов очень много, очень много вариантов, по которым может быть такая история, из-за которых вам может быть тяжело проживать свои краски эмоции, да, свои краски чувства и из-за чего вам может быть проблематично это делать. Хотя я ни в коем случае не хочу сказать, что вы чего-то не достойны, что вы чего-то не можете и так далее. Нет, безусловно, вы свободны абсолютно в своих, так сказать, чувствах, в своём выборе вы свободны. Это ни в коем случае не обсуждается, ни в коем случае не ставится под сомнений, но тут вот просто есть некий такой вот момент. Есть такой некий момент. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok